Итан Отлично. Откидываем реалистичную теорию о том, что будет с человеком, если он попадает в черную дыру. Мгновенная смерть, разумеется. Да, если рассматривать черную дыру как обычную звезду на определенной стадии эволюции. И не более. А что, если наша судьба будет куда более странной? И в момент, когда мы входим в черную дыру, реальность будет разделена на две части. Как собственно и твое тело. Да ты поразмышляй, Итан. Массивная звезда, которая исчерпала топливо, может обеспечить чрезвычайную плотность, необходимую для создания этого деформированного участка пространства. И прогибаясь под собственным весом и коллапсируя, массивный объект затягивает с собой и пространство-время. И его гравитационное поле становится настолько мощным, что его не может покинуть даже свет. Согласно этой необычной теории Хокинга, внешней границей черной дыры является ее горизонт событий. Точка, в которой сила гравитации противодействует попыткам света покинуть ее. Хочешь проверить теорию? Подойдем слишком близко и возврата уже не будет. А почему бы и нет? Погружаясь в черную дыру, мы обнаружим, что пространство становится все более искривленным. Пока в самом центре не станет изогнутым бесконечно. Это и есть сингулярность. Если ускоряется по направлению к горизонту событий, то ты начнешь растягиваться и искажаться как бесформенное тесто, а твои движения будут замедляться. Ты будешь кричать что-то вроде «Итан, помоги!». Но поскольку воздуха в космосе нет, я тебя не услышу. Хотя моя технология позволяет читать по губам, но мы этого никому не скажем. Конечно, это наш секрет, Итан. Но ты не сдавайся. Пытайся снова и снова сигнализировать. Возможно, я смогу что-то понять. А тем временем тебя медленно будет стирать растяжение пространства в изумительный пепел, и на это можно смотреть бесконечно. Я знал, что тебе можно доверить. Да, это правда. Пространство и время перестают иметь хоть какой-нибудь смысл. И законы физики, известные нам, которые нуждаются в пространстве и времени, больше не работают. Что нас ждет? Другая вселенная? Бесконечность? Мэтью Макконахи? Нам пока что не дано знать. Роин, я чувствую, что ты на пределе. Давай-ка я расскажу какую-нибудь смешнявку, чтобы ты мог успокоиться. Итан, я в порядке. Просто мне жутко интересно, что происходит с веществом, попавшим в черную дыру. Согласно этой теории, у каждой черной дыры есть обратная сторона. Белая дыра, через которую вещество выбрасывается в другую часть космоса. Вот к чему я и вел, Итан. И хотя белых дыр никто не видел, они существуют. Доказано математически, согласно этой теории. И их столько же, сколько и черных. Это своего рода космические вулканы, которые выбрасывают поглощенную черными дырами материю, порождая новые и новые вселенные. При этом, в точке разрыва между двумя вселенными может существовать своего рода туннель. Черная дыра со стороны нашей вселенной, и белая со стороны другой. Хорошо, Роин, в пользу этой необычной теории скажу, что материя, которая исчезает в черной дыре, в неизмененном виде выталкивается наружу белой. Более того, совершается это не в последовательности. Поглотил, выбросил. Это протекает иначе. Согласно теории относительности, время может течь вспять. Поглощенная материя выталкивается белой дырой еще до момента поглощения. Это интересно, продолжай. Петлевая квантовая гравитация предполагает, что пространство-время состоит из фундаментальных строительных блоков, сформированных как петли. Конечный размер петель препятствует коллапсу умирающего объекта в точку с бесконечной плотностью, а вместо того превращает сжимающийся объект в белую дыру. Я правильно понял? То есть коллапсирующая черная дыра эволюционирует в белую. Все так? Да, это допустимо, хоть и маловероятно. Роин у тебя растерянный вид. Ты похож на беспомощную карнавальную куклу, наполненную метаном. Не сделайся, обычно я так выгляжу, когда приходит озарение. И вообще твоя задача прояснять такие задачки. Хорошо. Этот процесс занимает несколько тысячных моментов в секунды. Но благодаря мощности, участвующей в нем гравитации, релятивистские эффекты позволяют наблюдать за трансформацией долгое время, если смотреть издалека. Невероятно. Таким образом, черные дыры сейчас могли бы вспыхивать, образуя белые дыры. И, кстати, некоторые из таких взрывов, как полагает астрономы, привели к появлению не сверхновых, а белых дыр. Только представь, что мы видим не вспышки звезд, а обратную сторону черной дыры. И хотя твой мозг не зателив, и почти не используется, ты говоришь о разумных, хотя и теоретических вещах, почти с логической последовательностью. Я как бы тебе это сказать, подели капней. Потрясен? Нет. В шоке? Снова мимо. Я озадачен. Прежде у меня было впечатление, что я общался с дельфином. Но теперь, все иначе. А, значит я где-то между дельфином и человеком в твоей пищевой цепочке? Это так воудушевляет. Но ты по-прежнему подвержен изменным утехам, так что не обольщайся. Итан, а у тебя нет случайной программы самоуничтожения? Было, но я удалил ее, пометив как спам. И вот кое-что еще. Превращение черной дыры в белую могло бы разрешить старую головоломку, известную как информационный парадокс черной дыры. Это дает ответ на вопрос, может ли информация в черной дыре пропадать навсегда. Так вот, если все, что попадают черные дыры, попадает целым и невредимым в параллельные вселенные, может ли человек на космическом корабле совершить такое путешествие в другой мир? Возможно, да, но не в скором будущем. Ближайшие известные черные дыры находятся на расстоянии сотен световых лет от Земли. Мы построим огромный космический корабль, на котором смогут жить несколько поколений космонавтов. Заочно восхищаюсь, вот только вас ждет неизвестность за границами черной дыры. Нас ждет белая дыра и великое открытие. Вы можете застрять в сингулярности и умереть от старости. У меня будет омолаживающий крем, космический опыт и важные сведения по этому поводу. Да, но вы понятия не имеете, как будет выглядеть территория, в которую вы попадете. Наши технологии помогут сориентироваться в пространстве и найти пригодную для жизни планету. Она не будет пригодной, и твое старое лицо разрушит радиация. У меня будет костюм Шепарда. Неужели? Даже если и так, вы никогда не вернетесь назад к своим предкам. Шансы ничтожны. Более того, согласно этой утопической теории, время течет по-разному в каждой вселенной. Да, ты прав. До этого нам очень, очень, очень далеко. Как и до теории Шрёдингера с котятами. Но ученым нужно отдать должное и похвалить их за фантазию. В конце концов, черная дыра это уже факт. Своего рода артефакт в космосе. Пройдет еще немало времени, и мы, может быть, добудем еще большей ценной информации. И тогда, и тогда, Итан, мы поговорим по-другому. Это все интересно. Но у нас сигнал обозначение красный. Откуда? И что сказано? С одной дальней звездной системы. Здесь нет записей или сообщений. Тогда что? Только координаты. Как странно. Это довольно заброшенная местность космоса. Отправляемся туда, и выясним, что не так. Приготовиться к отбытию. Продолжение следует...